мир божий братья сестры брат владимир канал любящий истину сегодня поговорим на тему восхищение церкви и воскресенье мертвых прежде всего хочу сказать что воскресенье мертвых слово означает с греческого переводится как анастасис восстановление или восстание восстановление физических тел в новом состоянии сразу хочу чтобы вы понимали что воскресенье касается только тела душа она не умирает она переходит виной мир или рай или от но тела тела они умирают и тогда когда воскресенье это восстановление этого тела в новом состоянии сразу хочу чтобы вы понимали что существует конечно же тесная связь между восхищением церкви и воскресенье мертвых чтобы мы не путались надо отчетливо понимать что существует воскресенье мертвых земной жизни воскресенье мертвых к земной жизни это воскресенье лазаря когда господь воскресил лазаря на четвертый день его смерти он ожил продолжал еще земную жизнь и понятно что он после этого еще умер мы знаем также случае воскресенье мертвых когда господь совершал при своем служении и юношу и молодую девушку и мы знаем даже еще ветхом заветных временах пророки тоже совершали воскресенье мертвых но это не было воскресенье мертвых в жизнь вечную также хочу чтобы вы сразу поняли что восхищение церкви это единичное событие восхищение церкви произойдет только однажды воскресенье мертвых мы просмотрим сегодня опять-таки говорю что касается жизни вечной то есть уже оновленное тело то что мы видим получил наш господь иисус христос когда он даже являлся среди учеников двери были закрыты и он явился среди них это свойства какие-то можно сказать сверхъестественные свойства и тела оновленного совершенного тела такие тела будут и у нас его церкви посмотрим воскресенье мертвых тоже было один раз или несколько раз потому что есть тесная взаимосвязь некоторые понимают что написано в откровении 20 глава что вот первое воскресенье и тогда при первом воскресенье оживают мертвые и сказано что это оживление их это первое воскресенье значит до этого никакого воскресенье не могло быть поэтому поскольку восхищение церкви и воскресенье мертвых оно должно совпадать то есть это тоже один из моментов когда мы можем преследить когда будет восхищение церкви сразу хочу вам отрекомендовать проповеди на этом канале 20 причин видев до скорбное воскресенье церкви духовное расследование и вообще можете просмотреть весь полей и лист который касается называется воскресенье церкви сначала давайте рассмотрим именно на основании слова божьего когда было воскресенье мертвых еще раз один раз или это было несколько раз снова таки хочу сказать вам что я имею ввиду мы сейчас будем разбирать места списания которые касаются воскресенье мертвых уже в оновленном теле воскресенье у жизнь вечную мы читаем откровение иоанна 1 5 и от иисуса христа который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных ему возлюбивший у нас и омывший у нас от грехов наших кровью своею то есть мы отчетливо видим если другие места списания которые говорят о том же что первый кто воскрес первенец из умерших это был иисус христос вот это и было первое воскресенье кто-то может подумать но илья енох до того же были забраны моисей тоже вопрос такой что тоже не было найдено его тело и мы видим что в последующем моисей и илья разговаривает с иисусом христом но братья и сестры поймите правильно для того чтобы воскреснуть надо сначала умереть банальная истина енох не умирал поэтому или это было своего рода то что мы будем переживать во время восхищения церкви живые мы изменимся преобразимся то же самое илья он не умирал моисей нет точной информации но мы видим что послание к юду идет спор за моисеево тело поэтому тело моисеево не было найдено и большая вероятность того что он тоже был забран господу наподобие как енох и илья кроме того здесь отчетно написано в откровении 1 5 что господь иисус он первенец из умерших это вот является первым воскресенье что вы понимали господь вот именно он воскрес уже его тело воскресла к новой жизни он получил уже вот совершенное тело которое мы получим тоже во время восхищения церкви поэтому отчетливо можно назвать братья и сестры что это является первым воскресенье далее читаем говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся и существует целый ряд мест писания которые говорят нам о том что восхищение церкви будет до скорби и и соответственно если будет здесь и воскресенье мертвых значит это второе воскресенье мертвых которых будет до скорби но опять-таки здесь существует взаимосвязь и некоторые люди они говорят о том что воскресенье мертвых было вот то первое когда написано в откровении 20 глава значит не может быть восхищение церкви до скорби нет братья и сестры сразу говорим что воскресенье мертвых происходило в несколько этапов и будет еще происходить есть целый ряд мест писания в старом завете которые говорят о воскресенье мертвых но там говорится просто что в конце времени это будет происходить но не сказано именно конкретно чтобы нам понять до скорби до гнева господнего или уже после этого вы знаете что тоже можете посмотреть на этом канале проповедь что великая скорбь не для церкви мы понимаем что великая скорбь это идет как наказание от бога это как гнев его уже и последних семь лет перед его уже воцарением на земле это будет 7 лет не перед скорби или период великой скорби я говорил вам то что я склоняюсь о том что этот все семь лет можно назвать великой скорбью потому что там такие бедствия будут что сказать что вот три с половиной года то будет просто скорбь 3 последние с половиной года то будет великая скорбь ну я бы особо не различал вот это понимаете потому что это это будут серьезные бедствия и И те три с половиной года, и те три с половиной года. Но вот есть одно место списания, обретите внимание, только одно место списания, которое очень отчётливо говорит о том, что одно из воскресений мёртвых будет до скорби, до излиния гнева Господнего. А вы же знаете, что не только семь чаш — это гнев Господен, а вся, фактически, скорбь, семилетняя скорбь — это уже гнев Господен. Потому что даже после шестой печати мы видим, что народы начинают скрываться от гнева Агнца. Там далеко ещё до семь чаш гнева, братья и сёстры. Хотя, ещё раз говорю, уже сначала, с первой печати, это уже идёт наказание, это идут уже вот эти бедствия колоссальные. И, конечно же, в этом выражается и гнев Господен. Исайя 26, 19, 21. «А живут мертвецы твои, восстанут мёртвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса твоя, роса растений и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдёт гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказывать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощённую ею кровь и уже не скроет убитых своих». То есть понятно, что это говорится на уровне вселенском, на мгновении, потому что гнев не будет происходить мгновенно, в секунды. Это вселенских масштабах отчётливо говорится в этом местописании, что сначала оживут мертвецы, и когда они живут, они должны пойти в покой Божий и скрыться на мгновение, то есть на время некоторое, потому что действительно в глазах Господа вот те семь лет, и, как говорится, один день как тысячу лет, это является, конечно же, мгновением, коротким таким промежутком времени, доколе не пройдёт гнев. Понимаете, братья и сестры, здесь очень отчётливо говорится о том, что сначала воскреснут мертвецы, а потом уже будет изливаться гнев, начнётся вот эта скорбь. И на время будет забрано. Вот это и есть восхищение церкви, что церковь будет забрана. Вот это местописание, то, что мы читали, первое послание Коринфяна и целый ряд других местописаний, которые говорят, что восхищение церкви будет до скорби, здесь отчётливо говорится, что второе воскресение мёртвых, оно будет именно до великой скорби. Кто воскреснет тогда? Воскреснут святые, братья и сёстры, только святые Ветхого Завета и святые Нового Завета. И так же мы понимаем, что тот народ бодрый, святой народ, который будет жив, будет в телах, он преобразится. И тогда вместе будут забраны, восхитятся Господу на облако. Чтобы вы отчётливо понимали, ещё раз, что восхищение церкви Господь придёт за святыми на облако, а уже второе его пришествие, его царение на землю, он придёт уже на землю со святыми. Это надо различать. И до этого времени, пока Господь не воцарится, уже не начнётся, тысячелетнее царство, до этого времени, конечно же, это время будет укрытием, когда Господь заберёт свою невесту, укрытием будет от гнева. Это наподобие, как было и с Лотом, и с Ноем. Господь всегда забирает свой народ. Когда идут, или Господь прямо наказывает, или Господь попускает наказание, или даёт некую свободу врагу, чтобы совершались вот эти действия, что будут уже во время последней седмины, семидесятой, когда будет действовать Антихрист, мировое правительство. Далее мы читаем. Это второе воскресенье. Иоанна 6, 9, 11. И когда он снял пятую печать и видел под жертвенникам души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, и даны были каждому из них одежды белые, и сказаны им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнить число». И я сразу зачитаю Откровение 20, 4, 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образ его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ними тысячу лет». Почему я эти места зачитал рядом? Чтобы вы понимали, что Третье воскресенье, это воскресенье будет уже тоже святого народа, но который уже, это уже не церковь, это можно назвать или подруги невесты, или гости на браке Агнца с его невестой. Потому что здесь понятно, что здесь указано, что это уже будет время гонений. Гонений — это первых три с половиной года в семилетнем периоде скорби. Почему первые, братья и сёстры? Потому что здесь сказано, что ещё подождите на время, будут убиты ещё остальные. Почему Откровение 20 глава 4 стих? Где мы видим, что здесь уже убиты те, которые не приняли начертания зверя. То есть это уже вторая часть семилетнего периода скорби, когда уже правил Антихрист как царь. Царь мира. Потому что мы знаем, что первых три с половиной года Антихрист, он будет уже выходить на мировую арену. Но мы понимаем, что он будет брать лестью, он будет один, может, даже как бы главный лидер и политический, и даже в целом общественный лидер. Но у него не будет ещё тогда тотальной власти. он будет брать тогда лестью. Но гонения уже и тогда будут на верующих. Совершать его будет новое мировое правительство, тоже, я думаю, и под влиянием, или даже, можно сказать, руководством Антихриста, но это будет, ещё раз говорю, делаться ещё де-факто, но не де-юро, потому что юридическая власть уже будет в Антихристе последние три с половиной года. И здесь не сказано, видите, потому что часть убитые, и вот мы видим в главе 20-й, ещё тоже души убиенных за слово Божье, тоже, которое не принято на очертание. То есть это те, которые убиты уже были во время правления Антихриста, непосредственно его правления, в последние три с половиной года семилетнего периода скорби. И здесь мы видим вот это третье. Почему я считаю, что это тоже было воскресенье? Потому что дано им белые одежды, сказано, успокоиться ещё на время. А когда говорится о белых одеждах, говорится о будущем, то есть будете достойны, получите белые одежды. То есть это уже понимается в воскресшие тела. Кроме того, мы понимаем, что если отчётливо читать Откровение 20-ю главу, 4-й стих, то там сказано, что только убиенных, те, которые не приняли начертание. А вы знаете, что начертание будет уже введено Антихристом, и в этом будет принимать активно участие лжепророк при правлении, непосредственном же правлении Антихриста, то есть последние три с половиной года семилетнего периода скорби. И получается, что за последние три с половиной года мы видим убитых, которые ожили тоже, тоже воскресли. А вот до этого времени получается, вот этих три с половиной года как бы отпавшие, и вот что это за убитые? Здесь не сказано, что они не приняли начертание. То есть, конечно же, это отчётливо говорится о том, что это воскресли те, им даны белые одежды, и сказано ещё подождать. Что подождать? Подождать, потому что ещё три с половиной года должно пройти правление Антихриста непосредственно уже, и будут ещё убиты уже те, которые будут тоже и верны Господу, но которые и уже будут заставлять ставить попечатание, они откажутся, и они тоже будут убиты. И тогда будет полное число, и только после этого, после этого уже начнётся, значит, вот это их радостная жизнь, когда начнётся вот это тысячелетнее царство во главе с Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому Третье воскресенье, это воскресенье, можно так сказать, посредине семилетнего периода скорби, до периода Антихриста непосредственно юридического, но с момента, когда уже начнётся скорбь. Первых три с половиной года они завершаются, мы понимаем, что тоже будут сильнейшие гонения, многие убиты, это, конечно же, народ святой, преданный Богу. Но это уже те немудрые девы, которые не сохранили до конца вот именно то состояние бодрствования, они не до конца проявляли вот эту мудрость, они не были отнесены до мудрых дел, и дано им шанс ещё доказать своей кровью, сохранить верность Иисусу Христу и покаяться. В этом периоде будут ещё, конечно же, народ, который покается мирской, не только небодрствующий верующий, но и мирской народ. Далее мы видим Четвёртое воскресенье, потому то, что Откровение говорит, 20 глава 4 сих, это уже Пятое воскресенье. А вот Четвёртое воскресенье, я сразу скажу вам, забегая наперёд, мы отчётливо видим по Слову Божьим четыре масштабных воскресенья, то есть имею в виду, что воскресенье, когда многие воскреснут, и кроме того, ещё два воскресенья, когда вот первое воскресенье, когда оно тоже, конечно, очень-очень важно, это первое воскресенье Иисуса Христа, и вот сейчас я вам скажу ещё по счёту, значит, оно четвёртое будет у нас воскресенье двух пророков Божих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во Вречище». Откровение 11.3. И далее, 7 стих 11.12. «И когда кончат они свидетельствовать своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьёт их. Но после трёх дней с половиной вошёл в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И слышали они с неба громкий голос, говорящий им, «Зайдите сюда». И они взошли на небо, на облаке и смотрели на них враги их». То есть, два свидетеля, два пророка, которые будут во время скорби. Здесь тоже показано их воскресенье. Это четвёртое воскресенье. Пятое воскресенье, ещё раз зачитаю, Откровение Иоанна 20. «И увидел я престолы и сидящих на ним, которым дано было судить, и души безглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю ни образа его и не приняли на очертание на чело свою и на руку свою, а не ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». И сразу зачитаю Откровение 19 глава «И схвачен был звери с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которым он обольстил, принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящие серую, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящих из уст его, и все птицы напитались их трупами». И сразу Откровение Иоанна 20 глава 5 стих «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысячи лет». Это первое воскресенье. И вот здесь многие не понимают и соблазняются, и вот говорят, вот чуть ли написано первое воскресенье. Братья и сёстры должны понимать, и надо, видно, некоторым немножко как бы напомнить арифметику, что отчёт зависит ещё от точки отчёта. Если мы берём точку отчёта рождения Господа нашего Иисуса Христа, то уже мы видим 2021 год. Если берём точку отчёта от Адама, если брать на основание Слова Божьего, на основании Библии посчитать, то это время уже более 6 тысяч лет. Понимаете? И вот точка отчёта почему называется первым? Потому что это не вообще первое, потому что получается, что вот то воскресенье Откровение 1.5, когда я вам читал, то первенец умерших, Иисус Христос, вот то является первым воскресеньем. Если так, то значит Иисус не воскрешал, если мы понимаем, что не было воскресенья, кроме воскресенья, которое написано уже после скорби в Откровении 20 глава, и его брать за точку отчёта. Значит, не было воскресенья мёртвых, только первое воскресенье, вот это воскресенье уже тех людей, которые вот уже после скорби указано. Откровение 24. А как же понимать, что Иисус первенец из умерших? Значит, получается, что Иисус не воскрешал. Или его воскрешение было не к вечной жизни, а к земной жизни. Значит, Иисус должен ещё раз прийти, ещё раз его должны убить, и тогда он воскреснет уже к вечной жизни. Видите, понимаете, получается абсурд. Нет, братья и сёстры, надо точно брать точку отчёта. Что-то имеется в виду первое воскресенье. Это первое воскресенье надо смотреть в контекст. Здесь отчётно сказано, кто воскрес? Это те воскресли, которые были убиты во время скорби, и они не приняли начертания. И они воскресли, вот это их первое воскресенье. прочие из умерших, которые были убиты, то есть те, которые приняли начертания, убиты уже, когда наш Господь пришёл на землю, как беззаконники, как грешники, а они не ожили. Поэтому Откровение 19 глава, понимаете, это мы сейчас видим отчётливо, главы разделяются, а Слово Божие, когда было написано, там не было разделений глав. Поэтому 19 глава, 20 уже, когда идёт, вот 4 стих, это продолжение 19 идёт, за те самые события, говорится. То есть убиты были беззаконники, сидящие на коне, на белом коне, то есть наш Господь Иисус Христос, с воинством Своим, а они не ожили. Для них уже нужно вот это второе воскресенье, которое будет, мы сейчас зачитаем после Тысячелетнего Царства. Я бы сказал, по размерам своим, наверное, самое крупное воскресенье мёртвых, по масштабах своих. Поэтому здесь точка отчёт заберётся ещё раз. Первое оно именно с момента, когда говорится о воскресенье убитых во время скорби. Ещё раз зачитаю, братья и сёстры. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его, не приняли начертания, на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Видите, когда? т.е. Те, которые мучают и сейчас убивают, которые будут убиты ещё до правления Антихриста, они сюда не относятся, потому что здесь отчётно сказано, кто ожили. И вот они ожили, для них это первое воскресенье, и они блаженны. Но и есть другие, которые убиты в это время. это те, которые приняли начертания. Они убиты и они не ожили. Понимаете, вот почему вот здесь сказано первое воскресенье. Вот точка отсчёта берётся. Конец великой скорби, а не всеобщее воскресенье. Всего шесть воскресенье, из них четыре масштабных. И первое воскресенье это воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. Около двух тысяч лет назад. А не это первое воскресенье. Это первое воскресенье, что описывается в Отклинии 24. Это говорится о первом воскресенье именно людей, которые были убиты во время Великой скорби, которые не приняли начертания зверя. Надо чуть ли понимать и разделять. Поэтому никакого несоответствия не существует, что не может быть восхищение церкви до скорби, потому что первое воскресенье именно после скорби. Нет. Мы отчетливо читали, что 26 глава Исаия 19 по 21 стих говорит отчетливо, что будет воскресенье мертвых еще до Великой скорби. И вот последнее воскресенье шестое масштабное крупное Откровение Иоанна 20 глава с 12 115 стих. «Увидел Иоанна мертвых воскресенье мертвых» завершающие завершающие самое масштабное и второе для тех людей, которые были умерщвлены после Великой скорби, во время Великой скорби и после Великой скорби, уже в конце, когда сказано. Именно для людей, которые приняли начертание. Понятно, что сказано в другом месте из Писания, что те люди они попали в ад и вот их воскресенье уже они будут брошены после воскресенья брошены уже в гиену огненную, где лжепророк, антихрист и тогда уже будет и дьявол брошен туда после тысячелетнего царства. Это последнее воскресенье мертвых. После этого смерть будет полностью побеждена и уже не будет бедствий, смерти, мучений на земле будет образована новая земля, новое небо. Поэтому еще раз шесть воскресенья мертвых. Первое это воскресенье Иисуса Христа, первенец из умерших. Второе до Великой Скорби. Третье уже в середине Великой Скорби. Четвертое это воскресенье, пусть оно не масштабное, но воскресенье двех пророков. Пятое воскресенье уже после Великой Скорби и шестое воскресенье после тысячелетнего царства. Поэтому еще раз одно как бы подтверждение того, что есть воскресенье мертвых, которые воскреснут до Великой Скорби и это событие будет совпадать с преобразованием живых святых и они вместе, то есть воскресенье, опять-таки, будет воскресенье только святых, поймите, не всех, потому что остальные воскреснут уже, как говорят, уже когда будет суд Большого Престола в самом конце, вот шестое воскресенье, тогда будет вот все, все эти люди, они не живут здесь воскресенье, мы просвеживаем, только воскрешают уже заранее, еще до шестого вот этого воскресенья, только святые, святые, а вот на последнее воскресенье, шестое воскресенье, остаются те люди, которые не жили свят. Еще когда-то поговорим, потому что есть сказано здесь и море мертвых, и те люди, которые попали в ад, и, конечно же, братья и сестры уже здесь нет воскресенья тех людей, которые уже блаженны, которые попали вот те предыдущие воскресенья, когда воскрешали святые, хотя мы видим, что еще часть людей они будут судимы и понимаем, что часть людей, конечно, ни в число церкви они не попадут, ни в число даже подруг невесты, но, возможно, на новую землю еще часть людей попадет, потому что, опять-таки говорю, братья и сестры, когда-то более подробно поговорим на эту тему, что мы чуть ли видим здесь море мертвых и ад и смерть, то есть как бы два места, где люди попадают, кроме рая. Да благословит вас Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова